МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИ ПЕТЁРКА АПЛОДИСМЕНТЫ На финише нашего седьмого сезона Ювенальская серия. Ювеналами, спортивом, что всегда называют ребят, которые учатся в восьмых-девятых классах. Вот они сейчас перед вами, серьезные, с умными лицами, готовые к бою. Слева от меня в синих шарфах. Команда Даниила Галушка, девятнадцатая школа. Работает с этими детьми в школе Вадим Олегович Лосев. Вот ему ребята и улыбаются. Он на трибунах, они ему улыбаются. Великолепно. Двадцать седьмая школа справа от меня, в красных шарфах, замечательная школа. Я там проходил практику, когда был студентом. Чудная школа. Это команда Катерины Ковалевой. Вот они, красавицы. Работая с ребятами в этой школе, проводят замечательные турниры. Олег Валентинович Яценковский, их тренер. Ну что ж, я напоминаю, что нашу уникальную телевикторину поддерживают и организовывают телерадиокомпания «Гомель» и «Гомельский облсполком». Низкий им поклон от всех нас. Ну что, приступим. Начало блеф-игра. Верю-не верю. Да, нет. Первая проба сел. Данил, кого вы отправляете в бой? Никиту. Никиту. Катя, кого вы отправляете? Идет Игорь. Итак, Никита против Игоря. Вперед! Блеф-игра. Блеф-игра. Верите вы или не верите? Я могу говорить правду, могу лукавить. А вам главное выжить кнопку садь да или нет. Поехали. Верите ли вы, что в армии Наполеона служили дети? Никита? Нет. К сожалению, вы не правы. Они служили там барабанщиками. Время было тяжелое. Тогда о правах детей мало кто знал. Не удалось вам заработать пять очков для своей команды. Играем. Верите ли вы, что один из альбомов группы Битлз вместе с Битлами записывал детский хор? Фальстарт у вас. За этим очень строго следит наш электронный судья. Прошу. Да. Да, был такой эпизод. Верите ли вы, что любимой пищей страшного Бармалея были маленькие дети? Да. Да, только маленьких детей не надо. Ни шоколада, ни маргелада. Отлично. Верите ли вы, что в США на просмотр фильма «Титаник» не пускали детей младше 14 лет? Да. Да, вот такое возрастное ограничение было в Штатах. Верите ли вы, что знаменитый царь колокол поломали дети? Фальстарт снова? Нет. Он сам упал и разбился. Было такое дело. После блеф игры счет 15-5 в пользу Синих. 19-я школа опережает пока 27-ю. Мы играем дуэль-игру! Итак, дуэль-игра. Дуэль-игра. 5 боев, 5 тем. И у вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Темы. Первый бой. Полетели. Второй бой. Две буквы. Третий бой. По глобусу. Четвертый бой. Общие слова. И пятый бой. Цветной мир. Решайте. 5 секунд. Первый бой. Полетели, Данил. Кто? Снова Никита. Снова Никита. Катя у вас. Везет Игорь. Итак, Никита против Игоря. Вперед! Начнем. Полетели. Они считаются не только самыми красивыми, но и самыми маленькими среди птиц. Калибри. Игорь, браво! Это Калибри. Он пел, а мне летать охота. Водолей. Водолей. Это неправильный ответ. Игорь, у вас есть шанс. Соловей. 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 Да нет, это герой мультфильма «Летучий корабль». Это был водяной. Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Играем. Они поют крыльями, а слушают ногами. Кузнечики. Это правильный ответ. Браво, Игорь. Это и летчик, и тот, кто за рулем болида «Формулы-1». Пилот. Да, Никита, это пилот. Вы правы. Этот вид птиц самый многочисленный на нашей планете. Хотя, как говорят, что они и не летают. Да. Курица. Домашняя курица, да. Да, Игорь. 20-20. Следующий бой. Следующий бой у нас две буквы. Правильный ответ должен состоять из двух букв. Данил. Андрей. Андрей. У нас Алина. Андрей против Алины. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, ребята, в первый раз за нашей стойкой. Очень волнуются. Итак, начнем. Это первая из семи. Фальстарт у вас. Андрей, у вас есть шанс. Три, две, одна. На самом деле, семь нот. Первая из них до. Продолжаем. Это такие японские шашки. Прошу, Орина. У вас три секунды. Две, одна. Нет? Как? На. На. Это неправильный ответ. Андрей. Го. Ну, на шашки это похоже только внешне. На самом деле, там стратегия, тактика, глубокое мышление и так далее. Продолжаем. Он обязательно должен быть в голове. Алина. Ум. Да, конечно же. Это часть танца. Буквально шаг с французского. Ну. Когда одной ножкой что-то делают. Это. Алина. Го. Го. Это шашки японские. Вы забыли. Андрей. Это па. Па, дэ, дэ, шаг вдвоем. Ну, а па, дэ, труа, втроем и так далее. И заканчиваем. Хороший летчик это. Ас. Ас. Великолепный ответ. 25-25 счет сравнялся. После этого боя, вернее, остался равным. У нас следующий бой. Третий бой, третий бой по глобусу. Особенно интересно, что руководитель команды «Синих» 19-й школы, Вадим Олегович, на самом деле учитель географии. Даниил, кого вы отправляете в бой? Себя. Себя. Небось, там вам десятку посулили. Катя у вас? Оля. Итак, Даниил против Оли. Вперед! Внимание. Начнем. Этот материк омывается всеми четырьмя океанами. Евразия. Великолепный ответ. Браво. А этот из тех самых четырех океанов самый маленький. Фальстарт у вас, Оля. У Даниила есть шанс? Индийский. Да что вы! Северный ледовитый океан, самый маленький. Теперь вы это знаете. Уильям Шекспир ставил свои пьесы в этом лондонском театре. Фальстарт у вас, Оля. У нас есть такая вещь. За ним очень строго следит наш электронный судья. Даниил, у вас есть шанс? А тема у нас по глобусу. Глобус. Глобус назывался этот самый театр. Продолжаем. Современные египтяне называют эту реку Эль-Бахр. И снова фальстарт. Что ж такое, Оля? Даниил? Нил. Нил, конечно же. И заканчиваем. От его уровня принято считать высоты в географии. Да. Гринвич. От Гринвича считается долгота географическая. Даниил? От уровня моря. А студия знает. А счет 30-30. Снова равная игра. Тынычевой. Тема «Общее слово». Ну, вы помните. Красная. Это армия. Это девица. И это строка. Ну, вот нужно по трем существительным подобрать общее прилагательное. Даниил, кто способен на такой подвиг у вас в команде? У нас способна Анастасия. Анастасия. А у вас, Катя? Я пойду. Итак, Настя против Катей. Вперед! Гвардия! 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 Начнем. Итак, внимание. Магия. Гвардия. Ворона. Настя? Черная. Черная гвардия. Не правы вы. Катя? Что осталось? Красная. Красная магия. Белая магия. Белая гвардия. Роман Булгакова. И вот непохожую на остальных человек называют «белая ворона». Теперь вы это знаете. Газетная, уголовная, научная. Статья. Статья, да. Хоть подсказывали разную ерунду, Катя не слушает подсказок и правильно отвечает. Статья. Вы правы. Козел. Хребет. Хрусталь. Какой? Горный. Горный, да, Настя. Великолепная. Месяц. Пряник. Квас. Темный. Темный месяц. Не, темный пряник, темный квас. Прошу вас, Настя. Светлый. Светлый. Настя, когда вы выйдете замуж, первый месяц у вас будет медовый. Ну, это если повезет. Играем. Бермудский. Любовный. Прямоугольный. Треугольник. Треугольник, конечно же. И капитан команды. Катерина выводит свою команду. Вперед. 35-40. Впереди 27-я школа. Ты еще. АПЛОДИСМЕНТЫ Цветной мир. Мир полноцветный, мир пестрый. Даниил, кто видит все краски мира сразу? Алина. Алиночка, вижу вас. А Катя? У нас идет Катя. Итак, Алина против Кати. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Внимание. Этот цвет был в Древней Руси символом красоты. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу. Красный. Красная девица, конечно. Отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ Именно такого цвета, именно такого цвета, каски у миротворческих сил Организации Объединенных Наций. АПЛОДИСМЕНТЫ Синяя. Фальстарт у вас. Алина, ваш шанс. АПЛОДИСМЕНТЫ Синяя. Синяя. Не могу принять даже устойчивое выражение. Голубые каски, голубое знамя ООН, голубые каски. Извините. В Геральдике этот цвет символизирует надежду и изобилие. Ну не зря в исламе это главный цвет. Прошу. Белый. Белый вы не правы. Алина. Желтый. Это зеленый цвет. По поверьям, кровь у этой лесной нечисти синяя. Лесная нечисть. Да. Лесовик. Лесовик или леший, вы правы. Там чудеса, там леший бродит. И заканчиваем. Именно, именно на этой речке произошла дуэль Пушкина с Дантесом. Да. Черная. Черная речка, вы правы. 40-50, впереди 27-я школа. Следующий бой. Дуэль игра завершена. На очереди тест игра. Наше скоростное централизованное тестирование. Итак, внимание. Тема сказки. Данил, кто у нас сказочник-то? Анастасия. Настя рассказывает маме сказки, почему она не пошла в школу сегодня. Катя у вас? У нас Алина. Алина. Итак, Настя против Алины. Вперед! Всего-то навсего нужно выслушать варианты, нажать на кнопочку и дать правильный вариант. 10 очков, кстати, стоит правильный ответ. Дорогого стоит. Начнем. Незнайка и его друзья. Жили на улице. А. Тюльпанчиков. Б. Колокольчиков. С. Одуванчиков. Настя. Колокольчиков. Конечно же, 10 очков принадлась к своей команде, Настя. И сравнивая счет. Волшебник Черномор украл. А. Светлану. Б. Забаву. С. Людмилу. Настя. Ну, Людмилу. Да, это из Павел Пушкина, Руслана Людмила. Никакого подбора, 10 очков заработал человек. Играем. Элиза для братьев-лебедей плела рубашки из А. Льна, Б. Конопли, С. Крапивы. Да. Крапивы. Конечно же, конечно же, Крапивы. Это сказка Ханса Кристиана Андерсена. Соловей-разбойник в русских блинах шипел. А. По змеиному. Б. По гусиному. И. По кошачьему. Фальстарт. Настя. По змеиному. Шипел по змеиному. Вы правы, 10 очков. И заканчиваем. Сказка Шарля Перро про красную шапочку оканчивалась. Гибелью бабушки. Б. Гибелью девочки. И. Гибелью волка. Да что ж такое? Фальстарт за фальстартом. Настя, у вас шанс? Гибелью волка. Да нет, это потом придумали, что охотники пришли, зарезали волка, достали красную шапочку. А на самом деле сказка была с моралью. Нечего, дорогие девушки, в незнакомом лесу общаться с незнакомыми волками. Запомните это навсегда. У Шарля Перро заканчивалась гибелью легкомысленной девочки. Теперь вы это знаете, а я вот знаю счет, который у нас после тест-игры сказки. 70-60, впереди девятнадцатая школа. Слайд-игра. Ну, чтобы жить проще. Смотришь на экран, видишь картинку, видишь букву подсказку и называешь, что изображено. Ну, если видишь два таких страшных волосатых отростка на букву Ж, это жвалы. Так у нас было на прошлой игре. Итак, Данил, кто у вас, мрачный Данил стоит, кто у вас на слайд-игру пойдет, Данил? Алина. Кать, кто у вас? У нас Оля пойдет. Итак, Алина против Оли, вперед! Алина! Играем с вами первый слайд исключительно для вас. Буква А. Тишина. Тип, вот чисто наша белорусская реалия такая. Тишина, я прошу вас. Может быть, Оля? Агрогородок! Это правильный ответ. Десять очков на подборе взяла Оля. Оля, играем с вами. Бархат. Бархат, это правильно, это 15 очков. И Оля вывела свою команду вперед. Алина, догоняйте. Что? Варенье. Варенье в тазике варят, отлично. 15 очков ваши. Оля. Не. Алина. Гармошка. Гармошка или гармошка? Десять очков на подборе. Попробуйте развить успех, Алина. Дуэт. Дуэт, скрипичный дуэт, скрипичный дуэт, скрипичный дуэт. Браво. Ольга, играем с вами, прошу. Евросоюз. Евросоюз, это правильный ответ. Хорошо. Алина. Жуачка. Да, вот нельзя бросать жвачку на пол, на асфальт, потому что видите, как нехорошо получается. Теперь вы это знаете. Хорошо. Ольга. Тишина. Чисто такой женский вопрос. Ну, что происходит на поле? Алина. О. А будете замужем, придется футбол смотреть. Будете знать. Вот так происходит замена одного игрока на другого. Показывают номера. То уходит, то приходит. Хорошо. Пробуем с Алиной. Вообще. Индиец. Индиец. Нет. К сожалению, не могу принять такой ответ. Прошу. Индус. Да нет, вот и не индус, потому что вряд ли можно определить его национальность. Он, если он читает русский язык, он кто? Иностранец. Иностранец, конечно же. И только иностранец. Последний с Ольгой. Кариес. Где? Не вижу. Алина. Клыки. Клыки, конечно, вампирские клыки. 10 очков на подборе. Счет 135-100 в пользу 19-й школы. Счет практически равный. Рискера. Риск игра. Единственная игра со штрафом в нашем матче. Плюс 20 правильный ответ, минус 20 неправильный. Ну, 100 очков можно наколотить. Даниил, сам? Да, вы правы. Я прав, конечно. Катерина? Да, я иду. Капитанский бой, вперед! Напоминаю, что здесь вы можете отказываться от ответа, потому что любое слово может быть обращено против вас, и минус 20 сразу влетает. Итак, поехали. Риск игра. Первая тема у нас была. Полетели. В ней, именно в ней летает наша баба-яга. Фальстарт у вас. Даниил, будете отвечать? Будете. В ступе. В ступе. Это правильный ответ, да. Тема две буквы. Это первое лицо, множественное число. Фальстарт. Катя, ну что же вы делаете? Даниил, у вас есть шанс? Две буквы, тишина? Мы. Мы! Плюс 20. По глобусу. Среди них Куросио, Антарктическая, Циркумполярная, Гольфстрим. Они это? Тишина. Тишина. Катя. Течение. Браво! Это океанские течения. Плюс 20, Катя. Великолепный ответ. Общее слово. Голова, мечта, полоса. Он говорит, когда в жизни пошла, пошла такая полоса. Светлая голова, светлая голова, светлая мечта и светлая полоса. В светлые полосы вам в жизни играем. Цветной мир. Марс называют именно такой планетой. Данил. Красная планета. Марс – это красная планета. У 19-й школы 195. У 27-й, ну вот, не сложилось с последней игрой, 120. Победа 19-й школы. Первый из места. Сладкие призы, как обычно, предоставляет наш постоянный и любимый партнер. Автомойка на солнечной. Самомойка на объездной 4G. Любые виды мойки. Автохимия по приемлемым ценам. Пылесос. Все это проверено, все это замечательно, все это душевно. Итак, самомойка на солнечной, объездной 4G. Наш постоянный и любимый партнер. Спасибо им. Итак, завершилась вторая отборочная игра у нашего виртуального лидера 225. Сейчас на свой счет записала 19-я школа 195. Ну, тем, кто будет участвовать в третьей отборочной игре, нужно будет постараться, чтобы выйти в финал. Кто это будет? Как пройдет игра? Кто выйдет в финал? Мы узнаем, если будем смотреть РД-пятерку. Ну, что ж, ищите нас в программе, набирайте tvrgomel.by. И самое главное, самое главное, смотрим пятерку, получаем десятки. РД-пятерка. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин